как дальнейшем то вот украина вот такая постоянно идут оттуда такие угрозы окрики что мы зачистим донбасс там за неделю там за столько ты сам видишь как они с чем они столкнутся и вообще какова позиция людей донбасса ты же отсюда и место никуда не уезжал а что с этой украины делать как жить как мириться значит давайте мы уже с вами это говорили значит насчет зачистки как бы там ни было не бояться чтобы они не говорили до вооружения все остальное подготовка то что у них идет очень сильно прокачивание мозгов поверьте это очень сильно смотря их не там ближе находимся их не телевидение перекручу до такой степени тех людей даже которых нас с нами уже давно нет они их проку наших лидеров прокручивает по несколько раз в день по три-четыре раза все это в новой обработке поэтому там очень мозги засраны у людей поэтому они идут воевать но я думаю навряд ли они смогут что-то сделать да вот это ихняя война ползучая тяжеловато запрет нам на стрельбу все остальное так оно есть очень тяжело но они потихонечку проходят потихонечку подкапывается мы как бы стоим на своих рубежах и даем не позволяем возможности к нам подойти не позволяем однозначно их также сама пытаемся отогнать то бишь сделать какой-то промежуток чтобы они отошли бросили свою ну все зависит то что у нас есть надо если у них хорошо вооружение из техника до тяжеловато мы пытаемся это сделать не даем этой возможности еще разорвать есть у них страх бояться они но если них и подразделение которые смогут зайти но насколько это уже второй вопрос я за это не могу ответить потому что как я два года назад горел сейчас будем стоять до последнего это наша земля другого варианта нет нет навряд ли вы поймите знаете что она творится где-то что-то как-то просто даже при обмена смотрите тех людей которые выпускают с наших как говорится тюрем их них вышли холеные одеты и каких ребят нам возвращают и посмотрите их не высказывания дальше он также сама вернулся к себе и кричит я вернулся сюда так ты же уже был он опять придет убивать смысл все они у там уже помешанный народ если мы как были здесь шахтеры таксисты и там пахари так мы и остались ими нам тяжело тоже периодов перестроиться выбрал профессию будь любезен вою до упора потом закончится придет новое поколение придут уже офицеры закончишь высшие академические эти тогда да нас потихонечку уже другая бы другое время вот сейчас на нас по комиссию держится чтоб кто не говорил пока держится на старых бойцах слава пацанам которые блин стоят и до сих пор стоят и поддерживают нас и всех остальных в этом деле мы желательно конечно чтобы наша молодежь тоже стремилась к этому выйти и победить противника